Всем привет, в этом выпуске я покажу вам, как я делал светодиодные панели софтбокса с плавной регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора, для более удобной съёмки и повышения качества своих видеороликов. Если вы помните, моим предыдущим освещением были миски из нержавейки с энергосберегающими лампами внутри. Как мне писали в комментах, эти лампы очень плохи в качестве света для съёмки, что у них бедный спектр и всякое такое. А ещё они беспощадно мерцают на выдержке менее чем 1 сотая секунды, так что всё это время я снимал в ручном режиме, или с приоритетом выдержки. Да, ещё электронный штангенциркуль люто упарывался от излучения этих ламп, и я не мог им работать. Когда одна лампа перегорела, а вторая разбилась после эпичного упадения, я понял, что настало время что-то изменить. Что я хочу от этого проекта. Будем делать светильник с большой площадью источника света, то есть он будет заодно выполнять функцию софтбокса и давать мягкие тени. Яркость должна плавно регулироваться. Питание будет как от розетки, так и от аккумулятора. Надоело с этими проводами бегать ради съёмки одной сцены. Конструкция должна быть максимально компактной и например вмещаться в рюкзак. Также нужны различные крепления с возможностью поворота по двум осям, и ещё с бассоем самодельный штатив. И самое главное условие, все компоненты должны быть максимально доступны, чтобы мою идею мог повторить кто угодно. Это означает, что закупаться будем на Алиэкспрессе и в магазине стройматериалов. Ну, поехали. Светодиодную панель я вижу как светодиодную ленту, наклеенную на плоское основание. Светодиод является одним из самых энергоэффективных источников света, но всё равно он довольно ощутимо греется. А при сильном нагреве светодиоды деградируют и срок их службы сокращается. Поэтому в качестве основания я использую лист алюминия, купленный в стройматериалах. Алюминий очень хорошо проводит и отводит тепло. Это довольно-таки дорогое удовольствие, но если делать, то делать хорошо. Если наклеить ленту на фанеру или пластик, то она проживёт намного меньше, так как будет перегреваться. Ещё одним источником алюминия может стать большая бабушкина кастрюля, ловко разрезанная вот так вот и вот так вот, а затем развернутая в лист. Если у вас с алюминием совсем туго, то можно попробовать разогнуть в лист обычное ведро из оцинковки, но я не очень уверен в этом способе. Светодиодная лента куплена, естественно, у китайцев, потому что дёшево. Свет ленты просто белый, не дневной и не холодный. Я оставлю ссылку на свою ленту, но помните, что у китайцев можно найти очень много разновидностей этих лент. Ультраяркие, цветные, ультрафиолетовые, защищённые от воды, программируемые, в общем, тысячи их. Главное не нарваться на ленты низкого качества. Кстати, чтобы искать товары от продавцов с хорошей репутацией и находить максимально выгодные предложения, советую использовать приложение AliTools. Оно даёт расширенную информацию о продавце на основе отзывов, а также другую полезную информацию, вплоть до графика изменения цен и автоматического поиска видеообзоров на данный товар. Также вы узнаете стратегически важную информацию о продавце и реальную информацию о товаре, уровень доверия от покупателей и основные подозрительные недостатки этого магазина. В общем, шопьтесь при помощи AliTools. Покупайте у хороших продавцов, и Алиэкспресс вас никогда не разочарует. Скачать AliTools можно в магазине расширений Гугла Хромова. Ссылки на всё китайское барахло для своих панелей я оформил у себя на сайте, так будет удобнее для всех. Для питания ленты понадобится блок питания на 12 вольт. Вот здесь давайте остановимся чуть подробнее. Каждая лента имеет такой показатель, как мощность на метр, то есть ватт на метр. Обычно погонная мощность указана на странице товара на Авиэкспрессе. Для всех остальных случаев есть вот такая табличка. Тут мы видим тип светодиодов и их число на 1 метр. Зная тип и длину ленты, можно найти потребляемую мощность, просто перемножив погонную мощность на необходимую вам длину ленты. Я буду делать две панели по 2,5 метра ленты на каждую. То есть использую без остатка всю 5-метровую катушку, которую по стандарту отсылают китайцы. Моя лента имеет 60 светодиодов типа 50-50 на 1 метр. По таблице это 14 ватт на метр. На 2,5 метра получаем 35 ватт. Мощность делим на напряжение питания ленты 12 вольт и получаем ток почти 3 ампера. Ищем. Блок питания 12 вольт 3 ампера будет работать на пределе своих возможностей и нагреваться, поэтому лучше взять на 1 ампер побольше. Я взял на 3 ампера, чтобы показать вам, что слова о нагреве были не просто так. Для простого удобного подключения ленты к блоку питания напрямую можно использовать вот такой вот разъём. Но я хочу управлять яркостью, поэтому взял вот такой вот самый дешёвый диммер. К тому, что он самый дешёвый, мы вернёмся чуть позже. Ещё могут пригодиться вот такие вот кнопочки. Для работы от аккумулятора нужны аккумуляторы. Например, трёхбаночный литий-полимерный аккумулятор от радиоуправляемых моделей, либо вот такая вот самодельная сборка из аккумуляторов формата 18650 из моего выпуска номер 78. Для удобного подключения пригодится разъём XT60. Также можно просто взять 3 литиевых аккумулятора 18650 и засунуть их в холдер. Все узлы и крепления я буду делать из полипропиленовых труб и питания. Начинаем сборку. Большая панель будет сделана из листа алюминия размером 20 на 30 сантиметров. Отпиливаем и обрабатываем края. Маленькая панель будет сделана из кастрюли. Это для эксперимента. Я сделаю две панели разного размера, но с одинаковой мощностью. И посмотрим, насколько сильной будет греться панель с более плотным расположением светодиодов. Светодиодами я равномерно заполню всю поверхность, оставив снизу 5 сантиметров для технических нужд. Крепление, крепление, диммера и прочего. Ленту нарезаю на кусочки по 25 сантиметров. Обезжириваем поверхность панели. Я решил наклеить две полоски изоленты там, где у ленты будут свежеотрезанные контакты. Теперь клеим ленту на её собственный клеевой слой. Кусочки её расположены на таком расстоянии друг от друга, чтобы равномерно заполнить всю панель. Кстати, если в будущем лента будет отваливаться, можно подклеить её суперклеем. Теперь выводим провод питания на противоположную сторону панели. И готовим кусочки ленты к пайке, залудив все контакты наверху панели. Для пайки лент разной мощности желательно использовать соответствующий провод, но это уже на ваше усмотрение. Одним проводом аккуратно соединяем все плюсы лент, а затем другим проводом все минусы. Таким образом все кусочки ленты будут подключены параллельно, и одна из лент подводит ко всем остальным ток. Это та самая, которую мы засунули в дырку. Кстати, кусочки ленты на маленькой панели мне удалось спаять более аккуратно. Советую пускать провода именно так. Теперь верхние и нижние концы ленты можно заклеить изолентой, чтобы они не торчали и смотрелись более гармонично. Изоленту на верхней части я слегка нагреваю, чтобы она обтянула провода. На данном этапе нужно слегка отвлечься и сделать поворотные крепления для панели. При помощи газовой горелки или сварщика для полипропиленовых труб варим конструкцию из одного тройника на 20 мм и нескольких кусочков трубы. Креплениями будут крепления для трубы на 20 мм. В них нужно закрепить винты М5 с потайной головкой при помощи суперклея. Вкручиваем винт почти до конца, он сам накатит себе резьбу. Затем заливаем в щель немного суперклея и доворачиваем винт до упора. Излишкой клея можно засыпать пищевой содой, и они застынут, запечатав винт в отверстие. Разметив места под торчащие винты, сверлим отверстия в панели. Панель будет притягиваться к креплению при помощи гаек-барашков М5. Кстати, чтобы крепления лучше держали, можно приклеить вовнутрь небольшую полоску мелкой наждачки, тоже на суперклей. За совет большое спасибо человеку из комментариев под видео про старый свет. Крепления, кстати, можно разнообразить. Вот это крепление на штатив, это на 20-ю трубу, а вот это вот на трубу отопления. Дальше всё поймёте. Вернёмся к электронной части и подключим диммер для плавной регулировки яркости. Вот этот вот самый дешёвый китайский диммер выглядит очень большим, я просто уверен, что внутри у него много лишнего свободного места. Давайте посмотрим. Ну, так и есть, маленькая плата и потенциометр регулировки яркости. Всё довольно-таки компактно. А корпус? В жопу корпус. Под диммер нужно будет просверлить отверстие таким образом, чтобы крутилка яркости слегка выпирала за край панели, а сама плата не торчала. Эстетика и феншуй, дорогие друзья. Можно уменьшить толщину диммера, выпаив крепление потенциометра из платы. Это всего лишь крепление, смело выпаиваем и отгибаем потенциометр. Все сильно торчащие контакты нужно откусить, чтобы дальше у нас не было коротких замыканий. У диммера есть папа-штекер и мама-штекер. Вот с папы питается лента, а на маму подаётся питание с блока питания. Поэтому берём и отпаиваем папу. Вместо него припаиваем вывод питания с нашей ленты, который торчит из панели. Красный провод паяем туда, где был красный провод от штекера папы. То есть плюс и минус не путаем. На плате диммера предусмотрено отверстие для крепления. Стараемся просверлить отверстие в панели как раз напротив него. Плату заклеиваем кусочком изоленты, чтобы изолировать её от панели. Крепим на винтик и гайку. Отлично. В штекер маму будет подаваться питание с блока питания. Так что провод можно либо просто закрепить на панели, либо укоротить и закрепить, чтобы не было лишних длинных проводов. Оставшийся штекер папу я хочу припаять к коннектору XT60 для более удобного подключения аккумулятора. Подключаем питание и пробуем включить панель. Опа-на! Дешёвый китайский диммер очень сильно мерцает при съёмке на камеру. По крайней мере на низких уровнях яркости. Примерно от 85% яркости и выше мерцания отсутствует. Но зато в потенциометр встроен выключатель. В качестве обычной лампы такую панель использовать можно, а вот снимать видео можно только на максимальной яркости. Ну что ж, грустно. Так, давайте потыкаем камеру. На выдержке 1 сотая мерцание очень сильно заметно. Попробуем слегка уменьшить. Так, на выдержке 1,250 секунды мерцание почти полностью пропало на всех уровнях яркости. Но это не выход из положения. Вообще не выход. Для нормальной видеосъёмки нам нужен другой диммер. У меня уже довольно-таки давно валяется драйвер мотора с шим-модуляцией. Частота шима у него составляет пару десятков килогерц. Это намного выше, чем у дешёвого китайского диммера для ленты. И я думаю, что подключенная через него лента мерцать не будет. Эта штука серьёзная, рассчитанная на очень большие мощности. И размером она чуть больше, чем старый диммер. Подключаем ленту. Я использую вторую, большую панель. Замечательно. Мерцания нет вообще, даже на самом низком уровне яркости. Единственный минус – здесь нет выключателя. Придётся его добавить. А так лента продолжает светиться на минимальном режиме. Кстати, есть ещё парочка недорогих шим-драйверов. Я их уже себе заказал, и как только они придут, я их протестирую и добавлю на сайт информацию о том, мерцают они на камеру или нет. Кто заинтересован, следите за обновлениями. Аккуратненько между полосками наклеенной ленты размещаем отверстие подкрепления диммера. Откусываем все торчащие хвостики. Просверлив отверстие, крепим диммер на панель. Так как встроенного выключателя нет, придётся переделывать свой. Размечаем на панели отверстие под него и под регулятор яркости. Кнопка имеет диаметр 14 мм, так что использую китайское ступенчатое сверло за 200 рублей. Кнопка имеет бортик, который я обычно срезаю скальпелем. Вставляем кнопку и потенциометр. Кстати, потенциометр имеет хвостик, защищающий его от прокручивания. Под него тоже нужно просверлить маленькое отверстие. Ставь лайк, если тоже снимаешь фаски сверлом большего диаметра. Вот так вот. Просто замечательно. Кнопка, кстати, ставится в разрыв провода на вход в диммер. Как я уже говорил, будет возможность работы от аккумуляторов, поэтому сделаю удобное их крепление при помощи обычной липучки. Также можно не выпендриваться и закрепить холдеры на винты и гайки, и просто вставлять в них по 3 литиевых аккумулятора. К своим аккумуляторным сборкам я приклеиваю одну половинку липучки, а к панелям вторую. Проверочка. Супер! Камера просто в шоке от такого света. Да и я чё-то немного ослеп. Всё-таки светодиоды в 7,5 раз эффективнее ламп накаливания. Сейчас у меня на столе, грубо говоря, 5-100 ваттных ламп накаливания. Здорово! Можно ночью на улице снимать. Панель работает как софтбокс, то есть даёт большой ровный поток света, поэтому тени от предметов практически отсутствуют. В отражениях видно кучу мелких лампочек, а также остатки тени выглядят очень рваными и состоящими из маленьких кусочков. Чтобы от этого избавиться, можно сделать рассеиватель, как у настоящего софтбокса. Понадобится тонкая белая ткань, винты, шайбы и гайки. Крепим 4 винта по углам панели. Теперь вырезаем из ткани прямоугольник и в один его угол на суперклее клеим две шайбы. Проделав отверстие, надеваем на винт. Натянув ткань, отмечаем место следующего укрепления. Клеим шайбами, делаем отверстие. И так ещё два раза. Получается съёмный рассеиватель. Теперь наша панель является полноценным софтбоксом, занимающая при этом намного меньше места. Ещё я сделал небольшой штатив из стройматериалов. Если вам интересно как, могу смонтировать видео. В этот выпуск уже не влезает, и так длинный получился. Большая панель у меня будет использоваться в качестве основного света. Крепиться она будет опять же на трубе отопления, на креплении на 25-ю трубу. Очень удобно, очень ярко, очень здорово. И глаза не слепит, так как расположена за спиной. А вторая панель будет висеть на дверце шкафа, причём возможны два разных положения. Свободно вращается по двум осям. Либо она будет стоять на штативе у меня за правым плечом. Вот такой вот получился свет. Очень яркий, удобный и почти не дающий теней. Я дал панелям частный разогрев, давайте измерим температуру. У большой панели температура составила 47 градусов, что достаточно горячо. У китайцев указана рабочая температура до 50 градусов. А вот у маленькой панели дела обстоят чуть более горячо. Лист нагрелся аж до 55 градусов. Это достаточно много. Таким образом делаю вывод, что клеить ленту на алюминии жевательно на расстоянии не менее 10 миллиметров между отрезками ленты. Либо нужно ставить охлаждающий вентилятор. Если клеить ленты близко, будет очень жарко. Достаточно жарко для того, чтобы кот пришёл погреться. Ради эксперимента я установил компьютерный вентилятор на заднюю часть панели по центру. И подключил к выходу с диммера, чтобы скорость вращения зависела от яркости панели. В итоге из-за низкой частоты диммера, на малых оборотах вентилятор довольно мерзко пищит. На больших писка нет. Эксперимент. Панель прогрета до 55 градусов по всей поверхности. Сейчас я включу вентилятор, немного подождём и измерим ещё разок. Минут через 10 панель остыла аж на 15 градусов, и температура не выходит за пределы рекомендованной китайцами. Отлично, значит одного вентилятора хватает, даже без радиаторов. А вот на хорошем диммере вентилятор даже пищать не будет, что является просто идеальной системой охлаждения. А вот блок питания, выбранный впритык потоку, тоже нагревается очень сильно. Не делайте так. При такой эксплуатации он тоже проживёт меньше положенного. Лучше взять на 1 ампер помощнее. Итак, что мы теперь умеем. Рассчитывать мощность ленты и нужный для неё блок питания. Знаем, что дешёвые диммеры мерцают при съёмке на видеокамеру, то есть в качестве обычного света они подходят, а для студийного – нет. Ещё знаем, что можно запитать довольно мощную панель от трёх литиевых аккумуляторов, и знаем, как бороться с нагревом. Использовать большую площадь панели, либо ставить вентилятор. Всё это – замечательные компактные беспроводные софтбоксы, которые помогут мне, а может быть и вам, поднять качество своих видеороликов. 35-ваттная панель светит достаточно ярко, я бы даже сказал, что слегка переборщил. У меня ведь их две. Ну и хорошо, для высокоскоростной съёмки много света не бывает. Кстати, я почти закончил свой стенд для скоростной съёмки, возможно, сниму про него видео. А также почти готово видео про новую версию, уже вошедшей в историю скорострельной винтовки ГГ-1. Версия ГГ-1.2. Ждём! Что ж, спасибо за внимание! С вами был Алекс Гайвер, всем пока!